Это новости на канале Антона 7, студия Алла Аксёнова. Здравствуйте! Сегодня выпуски. Эксперимент на людях. Может быть, всё же на людях не экспериментировать, на наших. Начать этот процесс где-то поближе к весне. Каковы новые точки зрения на сокращение городских маршрутов? Больница на связи. Теперь пациент может получить свой талон на приём, всего лишь позвонив по телефону. Где теперь не надо стоять в очереди? Дворник по призванию или от безысходности? Я искал работу экспедитором и грузчиком устроиться. Ну, как-то это. У меня день был всё забитый. Кто стал лучшим дворником в Омске? А также омичи добились в суде ограничения работы бара и последние новости о спорте. Мороз в Омской области крепчает. И школьники могут остаться дома. Решение, отправлять ребёнка на занятия или нет, должны принять родители, сообщает в департаменте образования. Ведомство рекомендует при 30 градусах не вести на уроки учащихся начальной школы. При ниже 32 учеников с 5 по 9 класса старшеклассники могут воспользоваться внеплановыми каникулами при температуре ниже 35 градусов. Также в ведомстве отмечают, при низкой посещаемости педагоги не должны проходить новый материал, а организовать повторение пройденного. Городские депутаты, как и горожане, обеспокоены сокращением транспортных маршрутов. И теперь их, как оказалось, не 27, а 28. К списку добавили маршрут 73Н. И его предполагают убрать не в январе, а позже. Сегодня народные избранники засыпали главу департамента Алексея Мартыненко вопросами, претензиями и предложениями. Даже наряженная ёлка не разрядила атмосферу в городском совете, накалившуюся после первого и единственного вопроса в повестке дня – городской пассажирский транспорт. О сложившейся ситуации рассказал директор департамента Алексей Мартыненко. Наболевший вопрос оптимизации маршрутной сети. 20 минут доклада и 2 часа вопросов. Кардинально против отмены 28 маршрутов коммунисты. Они предлагают навести порядок в муниципальном хозяйстве и начать с пунктуальности. С автобусами. Может быть, может не быть, может быть на полчаса раньше или на час позже. Это достаточно часто бывает. Городскую сеть надо подкорректировать, считает депутат Ирина Матвиенко, но не в январе месяце. Учитывая наши климатические условия, начинать это нужно делать не в январе, когда у нас зима на улице под 40 градусов в этом году обещает быть. Может быть, все же на людях не экспериментировать, на наших. Начать этот процесс где-то поближе к весне, чтобы у нас не померзли люди на остановках. Процесс запущен и эксперимент состоится при любой погоде. Впрочем, Алексей Мартыненко не любит это слово «эксперимент». Мы не экспериментируем. Еще раз повторюсь, решение об отмене и изменении маршрутов было принято в июне месяце. И начиная с июня месяца проводится определенная работа, которая направлена к минимизации дискомфорта для нашего пассажира. Поэтому это решение не которое принято на коленке в течение пяти минут. Это выверенное решение. Поэтому мы будем все-таки настаивать. На маршрутке на заседание приехал Александр Иванов. Я живу там, где у нас нет автобуса, который мог меня сюда привезти. У меня только маршрутное такси. Департамент транспорта – это 32 миллиона рублей ежегодно на зарплату. Итог этого всего – 32 миллионов. То, что нам невозможно ездить по городу. Маршрутки убрать. А на чем мы тогда? На этим скандинавской ходьбой будем заниматься всем городом. От сокращения маршрутов пассажир только выиграет, уверен Мартыненко. Оптимизация позволит держать на том же уровне стоимость проезда – 22 рубля. Ради этого можно и подождать свой автобус. Естественно, что мы не планируем в данной ситуации, убрав эти 27 маршрутов, увеличить интервал и нахождение наших жителей на улицах города. Мы планируем сократить этот интервал за счет изменения 25 действующих маршрутов и добавлением, увеличением автобусов большой вместимости. Перемены транспортники объясняют неэффективностью городской сети. То есть много маршрутов дублеров, много нелегалов и много маловместительных газелей. Из-за этого в городе пробки, да и муниципальный транспорт стал малодоходным. Два депутата сегодня выступили о том, что от жилого массива до поликлиники убрали просто маршрут, потому что он вроде как неэффективный. Так он и не должен быть эффективный. Из бюджета дотации идут на эту неэффективность. Но людям удобно. Так сложилось исторически, что вот получили здесь квартиру, а приписаны к поликлинике, которая находится за 30-40 минут езды. Но вот надо сохранять эту функцию. Чему нужно убирать и говорить, что это невыгодно. Депутаты разных фракций сходятся во мнении, что в муниципальном транспорте нет и не было грамотного управления. Так и с грядущей оптимизацией. Гарантировать положительный результат транспортники не могут. Только январь покажет, нужно ли было сокращение. Анна Рыбина, Александр Филиппов, Антона 7. В продолжение темы. Сегодня Центральный районный суд не принял сторону перевозчиков, которые требовали признать незаконным решение по отмене маршрутов. Об этом пишет информационный портал БК-55. Предприниматели пытались доказать, что решение мэрии необоснованное, и маршруты, которые называют дублирующими, ничего не дублируют. В качестве доказательства они предъявили суду письмо мэра Омска Вячеслава Двораковского спикеру горсовета Галине Горск. В нем, как пишут журналисты, прямым текстом говорится, мероприятия по обследованию пассажиропотока назначены на первое полугодие 2017 года, то есть пройдут уже после отмены спорных маршрутов. А это значит, как скажется отмена, никто точно не знает. Суд перевозчикам отказал. Они намерены оспаривать решение. Теперь омичи могут записаться на прием к офтальмологу по телефону. Такое новшество внедрили в областной офтальмологической больнице. С 1 декабря там начал работу контактный центр. Как он повлиял на рабочий процесс, ответ знает Ксения Бессараб. Бумажные талончики из этой больницы ушли в прошлое. Врача время и вид лечения здесь подбирают в режиме онлайн. Теперь пациент может получить свой талон на прием, всего лишь позвонив по телефону. До 500 звонков принимают операторы этого контакт-центра ежедневно. Достаточно набрать номер 790-300. Эти услуги ранее предоставляли работники регистратуры. На первый взгляд ничего не изменилось. Но Ольга Шептикова различия в работе заметила сразу. Регистраторам было сложнее. Мы работали с пациентом, который сидит перед тобой, либо стоит перед окном регистратуры. Параллельно мы вынуждены были отвечать на телефонные звонки. Потом мы выслушивали жалобы от тех, кто не может нам дозвониться. Теперь работа упростилась. Из-за стекленной регистратуры переехали в специальную комнату. Получили новый рабочий инструментарий – наушники, телефон и компьютер. А вы предложите нам столовчик с попасть приема? Здесь шесть столов. За каждым оператор. Перегородки между ними ставить не стали. Ведь в рабочем процессе коллеги должны помогать друг другу. Особенно новичкам. Ирина Казанцева работает в больнице с 1 декабря. Раньше работала продавцом. А в течение месяца в ноябре обучилась диспетчерству. Мне очень все нравится. Случаев никаких не было, конфликтных. Обходимся без этого. Записываем на прием пациентов, консультируем их. Стараемся понять пациента, войти в его положение. Ну, как бы не было конфликтных ситуаций, прям таких, чтобы не смогли разобрать их. Четко организованная работа оператора – залог правильности лечения пациента. Прежде чем адаптировать рабочий процесс, руководство больницы проконсультировалось с другими клиниками, в которых уже есть такие центры. Это тот центр, который обеспечивает связь пациента с медицинским учреждением в разрешении целого ряда проблем пациента. Прежде всего, это консультативная и информационная помощь. Именно контакт с центр, то есть контакт между пациентом и оператором позволяет надеяться на двустороннюю связь и двустороннюю информацию. Колл-центр, на наш взгляд, это все-таки односторонняя выдача информации, а мы взаимодействуем. Самые напряженные рабочие часы с 8 утра до 3 дня, поэтому на телефонной линии придется повисеть. Максимальное время ожидания – одна минута. Ксения Бессараб, Антенна-7. Что лучше есть в новогоднюю ночь? Какие напитки выбрать, чтобы не получить расстройство желудка или того хуже отравления? Сегодня обсудят ведущие программы «Формула здоровья». Этот выпуск станет финальным в уходящем году, поэтому герои программы уже подготовили поздравления. Смотрите сегодня в 20 часов 40 минут. Настя, на новогоднем столе всегда много салатов. Это в основном оливье, сельдь, подшуба и все они заправлены майонезом. Я, кстати, тоже купил себе пачечку. Хватит? Кстати, во многих специях я вижу в составе усилитель вкуса глутамат натрия. Что это такое и насколько это вредно? Иногда от цитрусовых, таких испорченных продуктов бывают серьезные отравления. Поэтому в таком случае нужно тщательно посмотреть, внимательно все, и выбросить такие фрукты целиком. Продажи алкоголя перед Новым годом бьют все рекорды. Обычно люди покупают несколько видов – шампанское, вино, коньяк, например. Но и пьют это все вместе. Это ведь вредно. Сегодня Омский пенсионный фонд опроверг информацию о задержке пенсионерам выплаты в 5000 рублей, которая появилась в некоторых СМИ. Ведомство подчеркивает, выплату пенсионера получат в срок. Его озвучивали уже в начале декабря – с 13 по 28 января 2017 года. Те, кто в эти даты ждут пенсию, соответственно, получат ее вместе с выплатой. А к тем, кому пособие по старости приносят в первой половине месяца, почтальон придет еще раз. Те же сроки доставки действуют и для пенсионеров, использующих банковские карты. 40 тысяч рублей – бар «Дрова», что в «Нефтяниках», заплатят за неудобства местным жителям. Такое решение 19 декабря вынес Первомайский районный суд. Подробности в материале. Почти год назад соседом жителей городка «Нефтяников» стало питейное заведение. Бар «Дрова» с круглосуточным режимом работы. Активность там начиналась в основном в вечернее и ночное время. Жизнь местных стала невыносимой. Шум, драки под окнами и даже преступления. От граждан в полицию поступило 60 обращений за 10 месяцев. Вернуть спокойствие люди смогли только с помощью суда. Я считаю решение суда справедливым. Потому что мы защищали интересы жителей двух домов, лежащих, многоквартирных домов. В суде интересы омичей представил юрист общественной организации «Оплот». Он помог людям безвозмездно. Подал в суд гражданский иск, в котором потребовал ограничить работу бара до 22 часов. А еще компенсацию морального вреда – 100 тысяч рублей. Были приведены доказательства, привлечены в суд в качестве свидетелей. И те организации заинтересованы. В том числе и Госпотребнадзор, который проводил замеры уровня шума. И представитель отдела полиции номер 7. Решение пока не вступило в силу. И владелец бара может его обжаловать. Все же омичи остались довольны решением суда. Теперь они после 22 часов могут спать спокойно. Алла Аксенова, Антеннесси. В Омске назван лучший дворник 2016 года. За победу боролись только 11 человек. Малую численность участников организаторы объясняют высокими требованиями. Кому удалось максимальное количество баллов набрать, расскажет Ксения Тойчкина. На улице минус 35 градусов мороза. Люди спешат поскорее на работу, чтобы согреться. А вот Артем Языков уже на месте. Дворник с раннего утра расчищает подходы к подъездам. В его обязанностях три объекта. Обычно мужчина справляется за 6 часов. Но сегодня день особенный. Нужно успеть на награждение конкурса «Лучший дворник» 2016 года. Артем участвует впервые. Полгода назад он потерял работу, и ему просто пришлось взять в руки метлу и лопату. Решил временно пока дворником поработать. А получилось как уже не временно даже. Ужал как полгода работаю. Искал работу экспедитором, грузчиком устроиться. Ну как-то это. Но нигде не было все забито. Ну смотрю, что дворник тоже профессия. Устроился. До сих пор работаю. Работу Артема Языкова жюри оценило высоко. По итогам конкурса он стал лучшим дворником 2016 года. Подараю вас. Вручайте. Диплом – не единственная награда. В белом конверте – денежное вознаграждение. Его получили все призеры. Они получили почти месячную зарплату в конвертиках. Запады у них небольшие. Это максимум до 10 тысяч рублей. Поэтому престиж-профессия говорить, думаю, что очень сложно. Сейчас о престиже организаторы уже не говорят. Хотя пару недель назад именно повышение статуса профессии дворника они назвали главной целью конкурса. Чтобы сын, дочь, племянники, внуки могли сказать, а наш папа – дворник, лучший дворник. Что эту профессию надо ценить. Что вроде незначительные работы покидать снег, а как много они значат для людей. Пока сказать с гордостью о своей работе не могут даже сами дворники. Татьяна Чухарева в профессии уже 33 года. Убирать дворы в детстве она, конечно, не мечтала. Как и многие в этом зале. Просто не смогла устроиться на другую должность после увольнения. Конечно, устает. И спина, и руки. Все устает. Ну, как бы уже привыкла. Не стесняюсь. Таких стойких единицы, говорит представитель управляющей компании Лариса Скирневская. Стать дворником может каждый. Требования к соискателю невысокие. А вот выдержать нагрузку немногие. Отсюда и большая текучка кадров. Месяц-два поработают и, к сожалению, уходят. Находят себе какие-то другие работы, где меньше, скажем так, требуется физическая подготовка. Ну, какой престиж. Какой престиж. Мы все живем за деньги, за зарплату. Хотелось бы, чтобы побольше была заработная плата у дворников. Тогда будет с ним лучше работать. И качественно у всех семей. И все хотели бы их кормить. Поэтому и участвуют в конкурсе не для самоутверждения, а чтобы заработать в месяц, чуть больше обычного. О своей зарплате конкурсанты предпочитают не распространяться. Сумму не называют, говоря только то, что на жизнь хватает. Мы решили выяснить, сколько все-таки компаний готовы платить за услуги дворника. Заходим на сайт с вакансиями, находим профессию дворник. И видим, что зарплаты более чем скромные. От 2 до 15 тысяч рублей в месяц. Ксения Туечкина, Сергей Гаврилов, Антенна 7. В Омске начался осмотр елок. В конкурсе на лучшую елку в этом году участвуют 18 дворов. Один из них украшал кто с призыводской. Здесь организаторы решили сделать акцент на самом ярком прошедшем событии года – 300-летие Омска. Образ дополнили зодиакальным символом грядущего года – петухом. Все наряды участники сшили сами, в том же курином стиле. Не забыли и о жюри. Для них приготовили желтые накидки. А еще в этом дворе слепили 4 ледовых фигуры и украсили окна домов. «Сценарий родился сам собой, поэтому у нас не было проблем с созданием образа. Следующий год, тем более у нас год петуха по-восточному, по-европейскому – это год лиса. Поэтому мы соединили два гороскопа и у нас вот так родился такой интересный сценарий. Костюмы – да, это наша такая импровизация. Я его слепила из того, что было». И теперь о спорте. Омские бойцы Панкратиона выиграли главные награды 22-го международного турнира на Кубок Золотого Шлема, посвященного памяти заслуженного тренера России Владимира Зборовского. Наши спортсмены отличились и в личных, и в командных соревнованиях. Подтвердили статус мировых лидеров в этом виде единоборств. Стремительные нокауты, болевые и удушающий прием. Самые яркие победы Кубка Золотого Шлема одержали бойцы клуба «Сатурн-Профи». Чемпион мира Мирис Адыгов выиграл главный бой турнира за 25 секунд. Серия стремительных комбинаций, удар с левой руки, соперник, боец из Казахстана, рухнул на ковер. Андроник Ашук Атаян, он в красном шлеме победил каскадом бросков. В финале категории до 70 кило спортсмену противостоял очень сильный соперник. Боец из команды спортивной школы номер 17 Дайанат Джабаров. Разнообразную технику продемонстрировали оба спортсмена. Проходы в ноги, удары в прыжке, захваты в партере и взрыв в середине второго раунда. Ашук Атаян применил серию классических приемов панкратиона. Борцовских проходов в корпус, бросков, удержаний одержал чистую победу. Техника сохраняется и живет, так как клуб «Сатурн-Профи» с первого дня его возрождения показывает агрессивные бои, агрессивную тактику. Только вперед. Победы в партере есть и у бойцов другого известного омского клуба – десантник. Спортсмены здорово действовали в развитии атаки, начинали с акцентированных ударов руками, проходили в ноги, завершали болевыми или удушающими приемами. В финальных поединках спортсменов старше 18-ти десантники завоевали одну золотую и две серебряные награды. Лидеры команды Артем Нужнов, Илья Ивашенко досрочно выиграли большинство своих поединков. Я считаю, что это не только моя победа, это победа в первую очередь всей моей команды. У нас одна из лучших техник в России. Мы нарабатываем быстрый переход от ударной техники борцовской, что сегодня у меня и у моих одноклубников с блеском получилось. Приз за лучшую технику выиграл боец из клуба «Ермак» Ильяс Хамзин. Спортсмен блестяще действовал в начальной фазе атаки. Реактивная скорость, сокрушительные удары ногами, мидл-кики, лоу-кики и резкий переход в борьбу. Разнообразие приемов. Досрочные победы в решающих поединках. Мы одинаково уделяем время и стойке, и борьбе. У нас хорошие тренера и по бразильскому джиу-джит, и по грэпплингу, и также по ММА, по вольной борьбе. У нас все на уровне. Исход командного спора решился в соперничестве юных панкратионистов, спортсменов от 14 до 18 лет. В этой категории мячам противостояли сильные команды из Москвы, Иркутской области и Алтайского края. Лучший результат показали бойцы спортивной школы номер 17. 8 золотых медалей и первое место в командном зачете турнира. Второе у спортсменов «Сатурн-профи» бронзу завоевали бойцы клуба «Десантник». В этих командах появились новые претенденты в сборную страны. Очень приятно, что наши молодые спортсмены, прям на глазах повышая свой профессиональный уровень, Данила Нарыгин, Дияр Шулянов, Данияр Кадыров, Садилоев, Фаркат. Очень много ребят интересных, которые, ну просто уровень мастерства у них выходит уже на определенную профессиональную рамку. И я думаю, что буду сейчас за этими ребятами. Омские бойцы триумфально завершили сезон, а следующие старты у наших спортсменов в феврале 2017 года. Наши бойцы выступят в соревнованиях Сибирского федерального округа, которые пройдут в нашем городе. Владимир Истомин, Виталий Двораковский, Антенна 7. 160 подъемов за 15 минут соревновательного времени. Омские гиревики повторили российский рекорд в эстафете по длинному циклу. О самом ярком событии чемпионата области также Владимир Истомин. Выверенный до десятых секунд сброс гирь вниз, сохранение той же скорости при поднятии снарядов на грудь. Размеренная работа по правилу маятника, главное в технике выполнения упражнения по длинному циклу. Оптимальная скорость отрабатывается на тренировках. С секретами мастерства в совершенстве владеет лидер областной команды Антон Анасенко. Ударная трехминутка нашего ведущего спортсмена перевернула ход соперничества. 33 подъема в третьем подходе эстафеты и команда Сибирского государственного университета физической культуры вырвалась вперед. Я должен сам показывать, что я также могу поднимать на равных с ребятами, чтобы не было никакой возрастной разницы, какого-то барьера между званиями. Это здорово, когда на помощи выступают вместе с первоозрядником, заслуженным мастер спорта. Взрыв эмоций в зале. Все поняли, движения пошли на рекорд. Мощная поддержка болельщиков вдохновила даже самого спокойного спортсмена команды – Эдуарда Пенлендера. 34 подъема. На бал больше, чем у Антона Анасенко. Надежда на общий успех. Постоянно мы выиграем эстафеты. Это все идет вровень. Очко в очко, подъем в подъем. И вот буквально, наверное, техника. Где-то больше подготовился, больше ходил на тренировки. И вот эти, может быть, доли секунды вырываются на победу. Мощный финишный рывок Дмитрия Пугачева. 22-летний спортсмен блестяще выступает в заключительной части нынешнего сезона. У Дмитрия три победы в российских и международных соревнованиях. Новый успех. 40 подъемов, 160 в сумме. Команда «Сибгувка» повторила рекорд России, установленный спортсменами Санкт-Петербурга в 2013 году. Выступления в этом сезоне были достаточно хорошего уровня. То есть уже четыре раза выходил в упражнение толчок за 140 раз. Вот недавно выступил на чемпионате России в городе Томск. Чемпионат России среди студентов показал достаточно хороший результат. Свой лучший результат. Так что эмоций буря. Достойны результаты других спортсменов. В командном споре чемпионата счет также шел на баллы. Лучшую сумму набрали студенты «Сибгувка». Призовые медали завоевали три команды. Серебро у гиревиков техникума водного транспорта. Бронзу разделили спортсмены колледжа профессиональных технологий и курсанты Омского автобронетанкового института. В этом сезоне у омских гиревиков еще один старт. 22 декабря спортсмены разыграют Кубок области в Рывке. А затем наши атлеты будут готовиться к полуфиналу чемпионата России, который пройдет в нашем городе в апреле 2017 года. Владимир Истомин, Виталий Двораковский, Антенна-7. На этом выпуск завершен. Хорошего вечера. Только в «Каскаде» новогодний серпантин сюрпризов и подарков. Совершай покупки в «Каскаде» от 1000 рублей и прими участие в новогоднем галоконцерте 25 декабря. Не упусти свой шанс. Здоровье в новом году. Аптека.ру Огромный выбор обеденных столов и стульев. Дисконт-центр мебели «Кантинент». Выбери свой новогодний стол. Кантинент. Где самый лучший Новый год? Узнаете в «Дельфинарии». Вас поздравят дельфины, белый кит и морские котики. Справки по телефону 35 40 35 и 35 4000. В стоматологии «Президент» акция. Металлокерамическая коронка всего за 3400 рублей. Подробности по телефону 321 321. Стоматология «Президент». 20 лет успешной работы. Исполняй новогодние желания с «Росювелирторг». Скидки до 35%. Вернем сумму покупки за лучшее новогоднее письмо на сайте золото55.ру. «Росювелирторг». Подарки приведут в восторг. Здоровье в новом году. Аптека.ру Здоровье в новом году.